Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы уже поняли, сегодняшнее видео будет про KFC. Я его просто обожаю в последнее время и купила то, что я никогда не пробовала. Это какая-то штука, которая называется твистер. Я не буду особо шуршать. Здесь два соуса. Один сырный, другой кисло-сладкий. Деревенская картошка. Вот такая вот ножка. Ммм, как она пахнет. И здесь стрипсы. Все, как мы любим. Также взяла колу. Меня спросили, вам маленькую или большую. Я так посмотрела. Вы неужели, по-моему, взгляду не поняли, что мне нужна большая? Так, с чего бы начать? Давайте начнем со стрипсов. Вообще, изначально я собиралась снимать видео на тему 50 тысяч подписчиков и снимать тортик. Походила я, значит, по магазинам. Тут тортик, который я хотела, его купили. Я, в общем, вчера присмотрела его, чтобы сегодня купить. Но так получилось, что его купили. Моему горю просто не было предела. Вообще, мне один очень умный человек сказал, что если хочешь снимать тортик, то купи диетический торт. Он низкокалорийный, в результате этого ты сможешь больше съесть. Я ходила по магазинам, спрашивала, есть ли у вас диетический торт. И все так смотрели на меня, как будто я сумасшедшая. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, действительно ли существует диетический торт или это бред. Просто куда бы я ни заходила, везде чуть ли не крутили у виска. И в конце я как бы выбрала один тортик, потом решила еще походить. Так получилось, что я дошла до дома. Думаю, ничего, завтра куплю. Сегодня иду в Азу. Этого тортика нету. Я расстроилась, пошла в другие магазины. Там не было тортика, которого я хотела. Я просто хотела весь тортик съесть. Вот не просто, знаете, название, что торт за раз. А реально такой размер взять, чтобы съесть его. Нереально вкусно. Вот сейчас я говорю про тортик и понимаю, что выбор сделан правильный. Здесь еще картошка фри. Вместе с деревенской картошкой. Ну, в общем, вышла я из-за второго магазина. Стою такая на улице, рядом с KFC, кстати. И ловлю себя на мысли, что же хочу я. Хочу ли я действительно тортик или я хочу какой-то фастфуд. Я понимаю, что я очень-очень хочу KFC. Решила снять для вас вот такое вот видео. Какие все? Стрипсы просто в этот раз огромные. Посмотрите, какой это размер. Кола, значит, мне обошлась в один монат 60 копеек, так как это большая. Маленькая стоит монат. Три стрипсов стоили три моната 30 копеек. Сначала я хотела взять шесть. Потом я подумала, что мне хватит и три. Они реально огромные. Если сравнивать с Макдональдсом, вот конкретно этот в три раза больше, чем в Макдональдсе. И очень-очень вкусно. Деревенская картошка стоила 1 монат 80 копеек. Вот эти вот маленькие соусы стоили по 45 копеек. Мне почему-то кажется, что Макдональдс и все дешевле. Я прям не сравнивал, но всегда чек выходит больше у меня именно в KFC. Вкусно нереально. Выбор был сделан правильный. Я читаю все ваши комментарии. Вы пишете, что у меня очень странный звук, когда я пью воду. Но это не зависит от меня. Наверное, это характерная особенность. Потому что я специально не пью воду громко. Мне кажется, что все, что естественно, это не безобразно. Поэтому не вылезаю. Мне наоборот нравится ASMR видео. Например, когда звуки чавкания, звуки еды. Я просто обожаю. То есть, если вы думаете, что я ничего не читаю, не обращаю внимания на ваши замечания. Нет. Я обращаю внимания. Я все читаю. Я вам больше скажу. Я очень-очень придирчивый зритель. То есть, у меня тоже есть любимые блогеры. Когда они тоже что-то делают не так. Я очень редко пишу комментарии. Но мне прям хочется что-то такое негативное написать. Поэтому, когда мне пишут что-то плохое, я не обижаюсь. Я понимаю этих людей. То есть, то, что я нравлюсь не всем, это нормально. Если люди мне пишут, например, аргументированные какие-то негативные комментарии, я не удаляю. Я не обижаюсь. Ничуть. Вот, например, я вам раньше рассказывала, что я очень люблю Андрея Петрова. Смотрела каждое его видео. Правда, комментарий не писала, но все равно смотрела, ставила лайки. Но недавно я от него отписалась, если честно. Как-то я подписалась на его инстаграм. Зашла в его историю. Я была просто в шоке. Он поставил в истории взрослого мужчину, который его хотел сфотографировать. И написал, вот, ах ты гад, хотел меня сфотографировать из-под тяжка. Начнем с того, что когда мы заявляем о том, что мы блогер, и выставляем первое наше видео на YouTube, мы должны уже быть готовы к тому, что кто-то нас когда-то будет фотографировать. Может быть, мы будем не в лучшем виде. Но к этому надо быть готовы. Ты можешь просто культурно повернуться и сказать, что не фотографируйте меня, пожалуйста, я сегодня не в очень хорошем виде. А выставлять взрослого мужчину, писать под его фотографии гадости. Выставлять это все в историю. Потом сын этого мужчины написал, что убери моего папу из истории. То есть он не хотел тебя обидеть, просто хотел тебя сфотографировать. И он выставляет еще одну историю, как этот его сын пишет ему. И пишет, вот, а не надо было злить меня. То есть так много в человеке зла, так много негатива. Я ненавижу это в людях. То есть насколько бы человек не был бы успешным, я считаю, настолько он должен быть простым, добрым. В этом и проявляется успешность человека. То есть когда у человека есть достаточное количество денег, он становится менее озлобленным на этот мир. Почему мы становимся злыми? От нехватки денег, от нехватки любви и так далее. Но когда у человека все это есть и так он агрессивно относится к своей аудитории. Я просто отписалась и сделала так, чтобы его видео мне Ютуб не рекомендовал больше. Вы знаете, я не против геев, наоборот, обеими руками за. Но я просто против агрессии, против агрессивного поведения. Я ненавижу этого в людях. Нельзя так вот в открытую воевать со своими подписчиками. Вы знаете, мне писали в комментариях все что угодно. Но никогда вы у меня в комментариях не увидите, чтобы я на негатив ответила негативом. Это неправильно. Господи, какой острый соус. Кисло-сладкий. Будем пробовать Ice Twist. Как-то необычно выглядит, если честно. Никогда не пробовала. Давайте посмотрим, что внутри. Здесь, значит, такой толстенький лаваш. Здесь сыр, мясо и что-то вроде наггетсов, по-моему. Так, пробуем. Вкусно. Первый раз пробую такую штуку. Она вот небольшая. Если сравнивать ее с донаром, она намного меньше. То есть почти в два раза. Прям течет. 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 Продолжение следует...